христос посреди нас бог любовь наш иисус христос мои родные любимые христолюбцы все братцы сестры дорогие родные и любимые только я записал какой там уже 13 вопросы ответы на вопросы и хочу еще один записать чтобы вы вместе со мной все это узрели открываем мой личный кабинет я специально все показываю в онлайн-режиме видите это не скриншоты это вот мои каналы вы знаете я по ним вот клику и вот он христолюб life вот они мои три канала я только что открыл там уже снова 8 сообщений комментариев на рассмотрение даже не стал делать скриншот и даже не стал страничку перезагружать я тут кое-что готовил вот вдруг они пропадут я хочу записать вот у нас есть такой только что мы с вами до этого в опубликованных вы помните в прошлом ролике я пропустил комментарий некоего 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 сейчас мы его найдем не думайте что я на вас там грязь какую-то хочу вылить нет я просто вы помните кстати даже не обратил внимание что в прошлый раз когда мы с вами читали комментарий девятьяров конченый черт и ты такой же писал кто леонид рожденный свыше я так назову ролик но я еще добавлю рожденный свыше войны света свет тоже я поставлю все в кавычки ну переходя на канал рожденного свыше леонида мы конечно же как всегда ничего не видим это раз но ему там я не стал то зачитывать ему ответили из идей и сестра и тебе воздастся за доброту твою что пишет этот леонид рожденный свыше сколько рождение свыше в интернете до лекции проповеди размышлений вам достаточно вот этого ролика понять посмотреть этот ролик и понять кто точно не рожденный свыше ну давайте почитаем сегодня мы этого человека забаним поставим в угол конечно же слова твои легковесные тебе же сказано произноси имя господа так легкомысленно во первых я не пойму чем пишет если честно вот вы можете брать сестры если вы понимаете о чем человек мне пишет ну пожалуйста напишите в комментариях слова твои легковесные тебе же сказано произноси имя господа так легкомысленно я не понимаю о чем речь комментарии эти пропущу я почему-то уверен что он их удалит потом но я их пропущу чтобы вы их видели если он их не будет удалять дальше читаем лицемер ради кайся ну пока не знаю пока если он хотел написать не получилось перестань хулить имя христа он не говорит раскаялся в хуле не ну потому что человек пишет и то ли не в падежах то ли не складно то ли он плохо русский знает то ли он пишет на каком-то режиме т9 я не знаю но я не понимаю что он пишет перестань хулить имя христа пер как я все говорю в чем где конкретно я похулила имя христа да то есть вот это вот пишут на это я шва внимание раз обращался с не буду что все это не конструктивная критика как называют пропускаю их чтобы просто видели их вот и все ты такой же ну это я я некоторые произнесу некоторые оставлю вас просто на экране чтобы посмотрели произнести такого я себе не могу позволить но кое-что я произнесу ну если посчитать что это ругательство уж простите меня я вроде как понятно на чё намеки но все-таки слова непонятны ты такой же шелобол ну вроде бы ну понятно что он имел ввиду под шелоболом я вспоминаю я уже забыл что такое мат если честно хотя мне частенько такое пишет но хотя часто не часто как не знаю слово специфическое часто или и любишь славу о себе но об этом я вам много раз говорил какая мне слава кто мне поет панигирики целыми днями у меня хор с утра не встает при восходе солнца словословие кузнецова дмитрий смени название канала это он не советует один мне кричит что я трехся от христа этот не говорит сам смени их каналы я менять ничего не собираюсь кто то есть что ты мне тыкал потому что ты не достоин а я не достойный это вот называется конструктивной критикой просто он хочу показать также не на себе обличителями ну и дальше вы видите он сам отвечает на те комментарии к своему комментарию вот дальше пишет да ну да это я произнести не могу вы все это на экране видите если нет я вам сейчас вот так вот прибавлю максимально как получится вот так вот вам я у себя то вижу как это выглядит вот тут есть вот он к себе пишет ты черт вам как такие комментарии произнести такие слова я себе не могу позволить на весь экран крупно в режиме онлайн вы видите это делаю это не скриншот даже вы видите как я их одобряю вот этому пару вот ему живот погружение где тут и за иди написал что он ему отвечает посмотрите вот комментарий он отвечен отметь царство силы славы что он им ответил два слова вы их видите на экране как вам такие словечки то что он то что сказал про шелобоба но вот это он уже не выдержал и написал прямо что он имел ввиду под шелобобом или как там шелобобом да вам слово видно сестре который ему написала что да воздастся тебе за доброту твою что он не отвечает во первых он не читает тут имя женское но он пишет как обращаясь к мужчине я произнести этого не могу вы понимаете да как вам такие комментарии а следующий ей же он отвечает он успокоиться не может вы можете такой вообще вслух произнести я забыл когда я так выражался восемь лет назад если такое позволить может вы сразу вас как это стыкуется вот с этим именем вот это вот и вот это вот как вам такой опять тому кто написал ему из иди что он написал как вам такой а дальше еще раз он каждому по два раза ответил не кому-то три кто-то удостроился три раза быть это вам как такое я даже не знаю пропускать их или не пропускать я их пропущу тем кому это написано я настоятельно рекомендую не отвечать на это ни в коем случае я думаю что он их удалит наверняка я думаю только ну я вот их вот увидеть пропускаю все что все их увидят уж не не раз спрашивали а где они уже оказывалось этих комментариев нету я одну значит человек он имеет право свой комментарий ударить у него же есть доступ я их никак зафиксировать не могу они пропадут вот такая вот ну вот мысли перезагрузим сейчас страничку вот они все пока не есть вот они сейчас все будут здесь дальше в вопросах ответах ну вот он им отвечает видите да все это на экране как вам такой пиар-ход вот там писали что это все не стоит такого разбора да нет мои дорогие это рожденный свыше воина христова человек узнается по делам и своим словам и мне готовой не стоит так нервничать я вообще не нервничаю вот это если честно это тот случай когда я говорю я думаю что человек либо духовно болен то есть одержим либо человек душевно болен ну может ли он даже без духа злоба внутри но не настолько злой человеческий дух человек не то что рожденный свыше он даже и рядом не щупал евангелие вот так вот поэтому какая у меня может быть реакция что мне он написал вы видели в прошлом ролике я спокойно отреагировал пропустил его комментарий ну ладно черт это еще ладно причем мне лично точнее как в общую массу а мне ты что это ладно когда игра верующих бесах от не я говорю это я кого говорит что люди верующие в то что дел вера и жизнь их не соответствует и не никак не подкреплена их делами вот живой пример это верующий бес и бесы веруют и трепещут он их сравнивать людей без мы тут одно и то же не я иисус сказал желающим убить его что вы дети дьявола потому что ищите убить меня он объясняет почему он объяснил почему я черт девятьяров черты я не здесь он может какие слова вы меня даже произнести такое не могу делают я естественный человек я хоть и пропустил но так надо какой-то комментарий взять потому что сейчас я его когда я его в бан отправлю этот комментарий удалится какой самый невинный мы возьмем да вот про эти слова я не пойму чё он там говорит человек мы этого конечно же заблокируем до комментарий просто этот удаляется вот все остальные по моему слушать а может и все остальные комментарии пропадают поэтому меня тогда спрашивали про а нет нет они остаются это он сам значит удалит если удаляется только один комментарий на котором ты блокируешь может быть можно было кстати не удалить это я так делаю если бы я в личном кого тут в настройках сообщества его вручную нес можно было вот сюда вот у нас уже сколько набралось за несколько дней четыре человека увидеть можно было бы сюда его по-моему как-то вручную добавлять хотя нет здесь нет никакой ссылки вставить можно только так делать вот и один комментарий в любом случае удалиться вот делаю это я вам тоже для назидания вот просто чтобы знать это у меня не первый день вы видите уже были забавлены это уже третий год продолжается вот так я как раз знаете из себя иногда юродство делаю зло у дядьку как раз это я обычно записываю я чувствую что человек может это воспринять может как-то покаяться может действительно понять что это ты заблуждаешься ну или по крайней мере на мой взгляд но ты действительно меня обижаешь и я считаю иногда такие записываю вот на такое тут и вообще это как господь говорил они невидимых они не знают они правы руки от левой отличить не могут это уже очевидно вы сами понимаете есть грехи к смерти человек не следящий за своим языком до такой степени человек и близко не то что рожденный свыше не то что там возросшие достигнувшие совершенства я даже это ролик будет небольшой хотя уже на 12 минут потому что у меня не эмоции много а не знаю но вы сами понимаете просто что-то тебя наполняет какие-то вроде надо что-то сказать а что ты скажешь все и так понятно все и так понятно вот и поэтому я тоже я говорю тем более вы знаете я завел как бы плейлист тоже хоть может быть кто-то будет свои блоги открывать что-то я хочу чтобы немножко уже на моем опыте что-то у вас когда-то когда вы начнете на опыте с этим сталкиваться уже просто было было что-то каждый пойдет все равно своей дорожкой своем пути с будь свои шишки набивать будет своей радости горе все будет у каждого индивидуально но почему бы нет я делюсь своим опытом кому-то он может приходиться вот и все что-то я хотел пом сказать еще ну да ладно ну ладно тут новый комментарий но это я уж не буду ну все вот на этом такой ролик интересными сделаем подписывайтесь на мои каналы на ю тубе посетите мой сайт там конечно немного чего интересного там есть тексты которые читаю кому-то они могут пригодиться обязательно всегда ставим лайк если ролик понравился если кому полезно отрадено назидательном и служении обязательно поделитесь им со всеми кто алчатый рождет евангельской христовой правды и истины пути как жить на своих каналах я говорю об этом помните 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 слова господа что вы мне говорите господа нашего иисуса христа и бога пришедшего во плоти что вы зовете меня господи господи не делайте того что я говорю вам а я вам слушающим говорю любите даже врагов ваших как каким образом это делать благотворить и ненавидящим вас благословляйте проклинающих вас а уж тем более людей которые вам ничего плохого не сделали и молитесь за обижающих вас заповедь новую даю вам говорил он ученикам на прощальном ужине долюбите друг друга как я новизна заповеди в том от иисусу только в том что мы это делаем по реальному примеру образу и учению бога пришедшего во плоти как я возлюбил вас так и вы долюбите друг другу и один из его учеников иоанн богослов апостол любви в своем послании писал дети братья и сестры мы будем любить не 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 словом пустым или языком а делом и истины